МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. На страже правопорядка Чувашский ОМОН отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Передовое хозяйство. В Янтиковском районе в семейной ферме открылся новый телятник. Свет, камера, мотор. В Чувашии завершился первый всечувашский кинофестиваль. У природы нет плохой погоды. С этой строчкой из песни явно не согласятся дорожные службы. В минувшие выходные им было не до отдыха. Цейтнот начался еще в пятницу, когда на регион обрушился первый в этом году серьезный снегопад. В субботу снегопад усилился, однако уже во второй половине дня столбик термометра поднялся выше ноля, по дорогам побежали ручьи. В воскресенье все продолжило таять. Дорожные службы работали не только в населенных пунктах, но и на трассах. Были выезды на комплектные участки, смотрели корректирую ситуацию на самих участках. В целом были правленные участки выявлены на федеральной трассе М7 «Болга» на подъемах. Также были ряд участков, где мы решили срочно привезти в уборку. Не обошлось выходные и без аварий. С пятницы по воскресенье произошло 215 ДТП. Три человека погибли. В ближайшие дни сильных снегопадов не ожидается, однако уже завтра начнется похолодание. Автомобилистам советуют быть внимательными на дорогах. Правительство Чувашии на очередном совещании обсудило ситуацию с безработицей предстоящей форум стратегии практика успешного бизнеса, посвященный Всемирному Дню Качества. На реализацию программы по содействию занятости, которая работает с 2012 по 2020 годы, направлено почти 500 миллионов рублей. Эти средства идут не только на пособие, но и на переобучение безработных. За 10 месяцев 2015 года в мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда приняли участие 77 тысяч человек. Почти 36 обратившихся за помощью трудоустроены. Одной из мер, способствующих трудоустройству, является год действия с июля текущего года информационно-аналитической базы вакансии работы в России. В рамках этого портала соискатели работы могут найти не только подходящую вакансию в республике, так и за ее пределами. Но также оставили резюме, чтобы работодатели могли найти работников в базе при возникновении потребностей. По результатам мониторинга, проводимых рост трудом, Чувашия по качеству формирования базы вакансий в основной информационной системе входит в первую двадцатку лучших субъектов Российской Федерации. По данным Минтруда Чувашия, на одного соискателя приходится три вакансии. Больше всего требуются водители, каменщики, врачи, менеджеры и инженеры. Средняя зарплата по заявленным вакансиям 16,5 тысяч рублей. Есть и такие, их 15%, где зарплата более 20 тысяч. Центры занятости создают и временные рабочие места. В первую очередь на такие вакансии принимают подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди приоритетов также при обучении женщин, воспитывающих детей до трех лет и их дальнейшее трудоустройство. Кроме того, в организациях республики в 2015 году создано 104 рабочих места для инвалидов, 50 мест для родителей, воспитывающих детей инвалидов, многодетных пап и мам. Качество рабочих мест и продукции, выпускаемые на предприятиях республики, будут обсуждать на 11-м межрегиональном форуме «Стратегия практика успешного бизнеса». Он посвящен Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. Форум пройдет в республике 26 и 27 ноября. По словам Владимира Аврелькина, 187 предприятий из Чувашии и ближайших регионов уже подали заявки на участие. Клинарная часть форума у нас пройдет. Прогласили ведущих экспертов в области качества Российской Федерации, ведущих Центр сертификации, службы аккредитации, приложения федерального округа и негативных экспертов. Кроме того, в рамках клинарной части у нас традиционно состоится награждение лауреатов всероссийских конкурсов. Это 100 лучших товаров России и марта качества Чувашской службы. Заслушали на совещании отчет руководителей, чьи предприятия не платят НДФЛ. Среди должников управляющая компания «Теплый дом» и общество с ограниченной ответственностью промышленной услуги. Управляющая компания задолжала в бюджет более одного миллиона. Последний платеж был в июле. В сентябре совместно с налоговой инспекцией разработан график погашения задолженности, но он не выполняется. Руководитель объясняет, что население само задолжало управляющей компанией. Премьер-министр Иван Маторин рекомендовал директору активнее работать с должниками и соблюдать график погашения. У другой компании ситуация сложнее. Она задолжала более 4 миллионов. Но этот долг вырос из-за того, что не работают в полную силу предприятия концерна «Тракторные заводы». Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Председатель кабинета министров Чувашии сегодня проинспектировал ход строительства Центра развития маунтинбайка. Его открытие намечено на следующий год. Уложатся ли подрядчики в эти сроки, какие проблемы у них возникают, узнал мой коллега Дмитрий Ковалев. Пока позволяет погода, у будущего Центра маунтинбайка начали обустраивать площадки для парковки машин. На счету подрядчиков каждый час работу необходимо завершить до снегопадов. Тротуары и проезды к Центру планируют проложить в следующем году. Здесь уже завершают обустройство кровли, монтаж окон и инженерных сетей. Но подрядчики все же выбиваются из намеченного графика, забуксовали отделочные работы. Их возможно возобновить только после подачи тепла. Тепло на строительную площадку должны подать до конца этой недели, отметил Иван Моторин. Необходимо ускорить работы по отделке фасада. Хотели, по-моему, еще летом все закрыть и договаривались, так скажем, что внутренние останутся. Будем смотреть по уточнению бюджета. Фасадчики подвели нас немножко, конечно. Немножко уже. Не, мы сильно подвели. Мы вот в прошлый раз и сюда приглашали, и сегодня вроде приглашали, что-то подводят они нас. Деньги не платят, что ли? Деньги они еще не отработали, те, которые мы им дали еще. Надо догонять на объект. Завозить мебель и устанавливать необходимые тренажеры здесь планируют начать уже в этом году. Для спортсмена в будущем центре обустраивают современную велотрассу, бассейны, спортивный зал и комнаты отдыха. В течение месяца мы покрасочные работы тоже все завершаем. Все оборудование установлено, по вентиляции все оборудование у нас завезено, установлено. То есть у вентиляционщиков там работы, может быть, осталось на 2-3 недели, это максимум тоже. С финансированием у подрядчиков проблем не возникает. Только в этом году на строительство центра маунтинбайка из бюджета была выделена более 75 миллионов рублей. Отделочная работа практически мы должны завершить до конца этого года. И вообще, по словам строительства, строители обещают, что достроят, и что мы переедем к лету следующего года. На этот центр спортсмены возлагают большие надежды. Возможности для тренировок в таких условиях есть далеко не в каждом регионе. Новая база даст импульс развитию велоспорта в республике и подготовке чемпионов. Медрик Валев и Игорь Зверев. Республика. Сегодня Федеральная налоговая служба России отмечает свой профессиональный праздник. Система работы налоговой службы выстраивалась годами, и сегодня налоговики регулярно обеспечивают пополнение государственного бюджета и стоят на защите финансовых интересов государства. В этом году Управление Федеральной налоговой службы Почуваши сократило число проверок на 5%, но при этом увеличило прибыль налоговых платежей на 9, а это 30 миллиардов рублей, которые очень нужны республике для выполнения своих социальных обязательств. На торжественном собрании в честь 25-летия службы лучшие работники налоговой получили почетные грамоты за безупречный труд. Всегда работников налоговой службы отличал профессионализм, корректность, преданность своему делу. Все это дает возможность смотреть в будущее, выполнять государство свои обязательства, так как без работы налоговых органов невозможно. Поддержка сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений экономического развития страны. В районах республики ежегодно появляются новые животноводческие и растениеводческие хозяйства. Наши корреспонденты побывали на открытии телятника на молочно-товарной ферме в Янтиковском районе. На ферме предпринимателя Сергея Иларионова трудится всего 15 человек, в том числе и члены семьи. Но даже при таком небольшом трудовом коллективе удается получать прибыль. Ежегодно здесь производится более тысячи тонн молока. Использование современных технологий, сотрудничество с учеными Чувашского государственного университета, строгий распорядок работы – это и помогает расширять колхозно-фермерское хозяйство. «Хозяйство Иларионова Сергея Разиновича, где мы сегодня находимся, оно одно из образцовых, где как раз то, что мы хотим добиться, вся продукция от поля до прилавка, вся организация, работа организована именно так, как должно быть. Сегодня благодаря таким руководителям, благодаря этим действующим программам государственным на селе появляется возможность найти достойную работу». Именно молоко с фермы Иларионова впервые поступило на продажу в молокоматах. Таким образом, на ферме действует замкнутый цикл производства – от заготовки кормов до реализации молока. Со дня открытия фермы за три года поголовье скота увеличилось втрое. Новый телятник рассчитан на 164 коровы. В общей сложности количество скота мест превысило 700. Но такие успехи лишь стимулируют предпринимателя в планах дальнейшее расширение хозяйства. Екатерина Куприна, Игорь Сверев, Республика. Слодный отряд полиции Чувашской Республики отправился в служебную командировку в Северокавказский регион. Работа на выезде продлится 180 дней. Вместе с родственниками и сослуживцами сотрудников полиции провожала и наша съемочная группа. 70 сотрудников органов внутренних дел Чуваши отправились нести служебную командировку на Северный Кавказ. Всего за 20 лет там побывали 4000 полицейских нашей республики. Михаил Фролов отправляется в Чечню уже в третий раз. Задачи, говорит, для нас знакомые. Охрана и общественная порядка. Мы будем находиться в пункте временной дистанции в населенном пункте Северноводск. Настрой боевой. Такого чувства страха нет. Конечно, больше всех в такой ситуации переживают родственники. И неважно, в который раз отправляются их мужья или сыновья в командировку. Надежда Журавлева провожала зятя. Очень сильно переживает, чтобы вернулся. Жив, здоров. На пункте своего полицейских руководитель администрации главы Чуваши Юрий Васильев отметил, что сотрудники органов внутренних дел нашей республики всегда достойно выполняли свой долг. Служите честно, с достоинством. И чтобы всегда говорили, что работники органов внутренних дел Чувашьей республики надежные, уверенные. И на них всегда можно положиться. Здоровья вам, благополучия, удачи, везения. И знайте, что мы вас всегда ждем. В сложившихся политических условиях у наших сотрудников особая задача. И допустить провокации и проникновения на территорию России террористов. Должна быть более повышена бдительность личного состава. Усиление именно бдительности. А в остальном, те задачи, которые предстоит выполнять этому отряду, они нам понятны, знакомы. Мы их выполняем уже на протяжении свыше 10 лет. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Россия переходит на цифру. К 2018 году правительство страны предлагает избавиться от информационного неравенства между жителями крупных городов и малых населенных пунктов. К началу строительства цифровой сети почти половина россиян могла принимать не более 4 телеканалов. С помощью цифрового эфирного телевидения их количество увеличилось до 20. Какие еще преимущества цифры смогут оценить телезрители? Смотрите в нашем следующем сюжете. Радиотелевизионный передающий центр Чувашии обеспечивает аналоговое вещание 12 программ телевидения и 14 программ радио. Аналоговое телевидение – это система, которая передает изображение и звук посредством электрического сигнала. Выглядит это примерно так. Это одна строка. Это испытательная строка, по ней мы настраиваем передатчики. А вот это вот само изображение – это вот один кадр. Полукадр считается. Один полукадр. Вот здесь вот уровень черного, здесь уровень белого. Как шутят работники, в этой комнате царит 20 век. Оборудование старое, но обновлять его не собираются. Через несколько лет аналоговое вещание будет полностью вытеснено цифровым. По этой технологии изображение и звук передаются при помощи цифрового кодирования. Сжадие данных дает возможность для передачи большого количества ТВ-каналов. В лучшем качестве и с дополнительной информацией. Если при аналоговом телевидении возможны какие-то помехи, снег идет, муар, двоение изображения, в цифровом телевидении этого нет. Там картинка либо есть, либо ее нет, либо бывает стоп-кадр, зависание какие-то. Ну, зависание чаще всего происходит при погодных условиях неблагоприятных и при каких-то, может быть, технических неисправностях. Вот. Это первое отличие, то, что человек может заметить. Второе отличие в том, что если раньше, нажимая на кнопку пульта, мы могли смотреть только один канал, то теперь их несколько. Это называется мультиплекс. Пока их два, в каждом по 10 каналов. И все они бесплатны для зрителей. Цифровой сигнал уже доступен 76% населения Чувашии. Но чтобы смотреть любимые передачи в цифровом качестве, необходимо, чтобы принимающая техника была соответствующая. Сейчас есть уже в продаже телевизор, который подразумевает, принимает полностью и кабельный диапазон, и спутниковый диапазон, и цифровой диапазон в формате DVB-T2, вот то, что мы вещаем. Если у кого-то старые телевизоры не поддерживают эфирное и цифровое телевидение, необходимо приобретать приставку. Приставки сейчас, в принципе, не очень дорогие. Ну, антенна дециметровая, обычная, желательно с усилителем. На первых этажах зданиях, при, скажем, такой сложной городской застройке, бывает, что плохое качество приема. Лучше использовать антенну с усилителем. Территория нашей республики очень холмистая, поэтому для стабильной передачи сигнала будет построено 42 телевизионных передатчика. И телевидение будет доступно даже в самых отдаленных уголках. Сейчас в режиме настройки и тестирования работают 11. В настоящий момент, пока сеть цифрового телевидения в республике в эксплуатацию не введена, все передатчики, которые сейчас вещают и работают только для настройки сети, для ее тестирования, для проведения измерений. При таком вещании мы не можем гарантировать качественный прием постоянный, потому что проводится регламентная работа, что-то настраивается сеть, тестируется, измерение проводится, выключается, включается. Бывает перерывы вещания, ухудшение качества приема. Просьба убедительная к зрителям отнестись с пониманием, учесть это при просмотре телевизионных программ. И о вводе в эксплуатацию сети мы сообщим дополнительно через СМИ. Чтобы наслаждаться качественным вещанием, придется немного потерпеть. Наверняка через лет пять мы и вовсе забудем, что картинка может страбить, уровень звука скакать. А чтобы антенна заработала, нужно как следует ударить по корпусу телевизора. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика. В Чувашию приехал член Общественной палаты России, руководитель движения СтопХам Дмитрий Чугунов. Сегодня в Национальной библиотеке он встретился с участниками и победителями молодежных форумов. А 24 ноября в Чебоксарском электромеханическом колледже Дмитрий Чугунов соберет за круглым столом активистов студенческих советов города и представителей молодежных общественных организаций. Подробнее об этой встрече мы расскажем в информационных выпусках программы Республика. В столице Чувашии прошел второй фольклорный фестиваль «Истоки». В течение нескольких дней музыканты со всех уголков России и ближнего зарубежья радовали чебоксарцев в живым и самобытном исполнении. Наша съемочная группа побывала на гала-концерте, где выступили лучшие этноколлективы. Индийские и русские народные инструменты, акустическая и безладовая бас-гитара. Все слилось воедино. Московская фолькгруппа «Аврория» расширяет музыкальный горизонт и погружает слушателей в особую атмосферу, как, впрочем, и все остальные участники концерта. Здесь можно было не только увидеть редкие инструменты, но и услышать неожиданные музыкальные сочетания. Приходя в зал, забываются сразу все проблемы, смотря на вот эти вот замечательные группы, слушая их поистине волшебную музыку, можно сказать, даже мистическую местами. Душа отдыхает, да. Чувствуется какая-то гармонизация даже внутри умиротворения, покой, просто хочется сказать «Ом». Мы любим музыку, естественно. И как узнали, мы пришли сюда, собрались, и как будто вот летишь в космосе как-то музыкальном. Ну, сказать сложно это, вот только в душе, наверное, это. Фестиваль проходил на четырех творческих площадках Чебоксар. Участники продемонстрировали не только уникальную манеру исполнения, но и провели мастер-классы. Истоки – это смешение стилей и традиций, сочетание народных мелодий и звуков в современной обработке. У фестиваля немало поклонников, а это значит, что этнофорум еще не раз порадует любителей жанра ворду мьюзик. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Свет, камера, мотор. В Чебоксарах прошел первый всечувашский кинофестиваль «Азам». 15 номинаций, 11 кинолент. Кто получил самую желанную награду – лучший фильм и собрал больше всех статуэток? Узнали мои коллеги. В течение недели шел показ конкурсных фильмов. Все работы чувашских режиссеров. Жанры разнообразны – это мелодрамы, комедии, драмы и даже документалистика. Представлены как полнометражные, так и короткометражные картины. Лучшим анимационным фильмом стал «Чуваш Синджи». В коротком метре не было равных по обращению Константина Ефремова. А лучшим художественным фильмом признали дебютную работу режиссера Евгения Герасимова Егор Шилов. Спасибо вам, люди, которые смотрели, которые смогли оценить нашу работу. Работа, которая сделана от души, работа, которая сделана для нашего зрителя, прежде всего для зрителя. И очень приятно, что в нашей стране возрождается такой момент, как из критиков мы превращаемся в зрители. Чувашский блокбастер собрал и другие престижные награды – лучшая женская и мужская роль, а также лучшая роль второго плана. Еще одним фильмом, который завоевал признание и получил гран-при фестиваля, стал «Харло». В номинации «Лучшая художественная постановка» победила документальная лента «Чувашские амазонки». Было работать весело, интересно, помогали люди. «Чувашия» вообще открытая очень нация, очень доброжелательная. Эмоции зашкаливают. Это был замечательный фестиваль, я была рада принять участие в нем. Супер. Первый блин не оказался кому. Фестиваль показал, что местный кинематограф способен на многое. В планах сценаристов – новые идеи и новые мысли. Это будущее нашего народа. Через кино, через фильмы мы будем доводить до сердец каждого гражданина нашей республики. Расскажем об истории нашей родины, о наших потомках, о наших успешных делах. И я думаю, успех гарантирован. Кинофестиваль планируют сделать традиционным, а географию показа расширить. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Такой была информационная картина дня глазами корреспондентов национального телевидения. Что нужно сделать, чтобы ваши мечты осуществились, смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Новый год – самое время мечтать. Так считает Сбербанк и запускает новогоднюю акцию по потребительским кредитам. За полтора месяца до самого долгожданного праздника любой желающий может осуществить свои мечты и купить себе все, что душа пожелает. Зеленый свет вашим мечтам. Под таким девизом проходит акция. В чем суть? Снижение процентных ставок достаточно существенное. Минимальная ставка на двухлетние кредиты составляет от 14,5%, то есть срок до двух лет. На срок от, соответственно, 25 месяцев до пяти лет ставка составляет от 15,5% годовых. Еще одно существенное условие – то, что сумма кредита должна быть не менее 400 тысяч рублей. Журналисты попробовали на себе ощутить все преимущества акции. Разделившись на две команды, участники пресс-конференции сами выбрали себе подарки с елки, на которые нам просто необходим кредит. Окрестив себя командой мечтателей, мы набрали презентов на сумму чуть более 500 тысяч рублей. И сразу в реальном времени подсчитали, что взяв эту сумму на пять лет, наша команда ежемесячно будет выплачивать банку в среднем 13 тысяч рублей. Здесь вопрос всегда идет между прагматизмом и мечтой, но в Новый год мечта нередко побеждает. И поэтому действительно стоит в первую очередь взвесить. Но в целом условия позволяют действительно рассчитывать на реализацию каких-то своих давних задумок. И действительно, возможно, это как раз повод нашей акции себе этот подарок преподнести не когда-то, а буквально сейчас. Оформить кредит можно в любом отделении Сбербанка. Акция рассчитана на два с половиной месяца. Так что до 29 января у каждого желающего есть возможность исполнить свою мечту с помощью Сбербанка.